В прямом эфире репортера новости. В студии для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Взрывы артиллерийских складов в Калиновке внесли коррективы в работу украинской железной дороги. 47 поездов изменили расписание и маршрут движения. Опасный участок объезжают поезда Москва-Одесса, Киев-Одесса, Минск-Одесса, Ковель-Одесса, а также составы в обратном направлении. По словам пассажиров в Виннице на несколько часов остановили поезд номер 24 Одесса-Москва. В свою очередь поезд номер 106 Киев-Одесса прибыл в наш город с 8-часовым опозданием. Ну а тем временем в Одессе начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке. Сбор проводят активисты движения Национальный корпус в штабе организации на канатной 79. В приоритете вещи первой необходимости. Сейчас необходима одежда теплая, детская одежда теплая, медикаменты от ожогов, также памперсы, детское питание и просто еда. В ближайшее время в городе будет действовать две основные точки сбора помощи. Офис организации на канатной 79 и палатка у входа на стадион Спартак. Первый гуманитарный груз отправится в Винницкую область уже на этой неделе. Уцелевшие здания и сооружения лагеря Виктория арестованы. Такое решение принял Приморский район и суд Одессы. Речь идет о 18 зданиях общей площадью более 4000 квадратных метров. По мнению следователей, эти объекты сохранили следы преступления и являются его доказательством. Кроме того, арест запрещает какую-либо перепланировку, изменение целевого назначения, повреждение или уничтожение объекта. Арестовали сооружение Виктории в рамках расследования нарушения требований пожарной безопасности. В этом деле два подозреваемых – директор лагеря Петрос Саркисян и старший воспитатель, 23-летняя Наталья Янчик. Обоих уже взяли под стражу. Одесса простилась жертвами пожаров в санатории Виктория, 8-летней Софии Мазуры и 12-летней Снежанной Арпентий. На отпевание в Спасо-Преображенский собор пришло несколько сотен человек. Прощание с еще одной погибшей, 9-летней Анастасией Кулинич, прошло в этот понедельник. Пожар, который унес три детских жизни, произошел в ночь с 15 на 16 сентября. Все три погибшие девочки танцевали в коллективе Адели, получили путевки в санаторий, как особо талантливые дети. Родители 12-летней Снежаны до последнего не верили, что их дочь погибла. И даже спустя несколько дней после пожара Снежана числилась как без вести пропавшая. До сих пор можно встретить листовки с просьбой помочь найти ребенка. Мужчина, который признался в убийстве двоих детей, отказался от своих слов в зале суда. В июне на Таирова задушенными у себя дома нашли 10-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру. Тогда вину на себя взял их отчим, но в присутствии бывшей жены мужчина заявил, что не знает, каким образом погибли дети. После этих слов женщине стало плохо, но несмотря на это она смогла дать показания. Анна Граденцева была на заседании. Я звонила бесконечно своему сыну. Он не взял трубку, не брал трубку, а он, по-моему, поднял, потом или не помню уже. Когда я сказала «да», я говорю, услышать моих детей, говорю, где они? Он мне сказал, они спят. Я говорю «да», мне телефон, он сказал, они спят навсегда. Каждая слова о том дне матери погибших детей дается нелегко. Показания в то и дело превращаются в слезы и крики. Поверачиваться без них жить не могу, не могу, ты понимаешь, не могу, я с ума схожу каждый день. Убийца, вот кто ты, просто отнял у меня жизнь, понимаешь, я существую, не живу. О том, что он задушил 10-летнего Самира, 4-летнюю Вику, отчим заявил в день убийства. Повторил это и на прошлом заседании. Сказал, что это было местью. Но в присутствии бывшей жены он передумал. А что вы можете сказать, как это произошло? Вы же там были. Мы заявили, что 27-го, 6-го, 17-го в рамках вы были дома. Что же там могло произошло? Кроме вас, как мы заявили, никого там не было. Вы и двоих малолетних детей. Что же там произошло? Она ключи часто убила, я не знаю, где она их лишала. Ключи не было даже месяцами дома. И у нас было три пары. Одной пары постоянно. Я вас за ключи запитываю. Я вас запитываю, что могло вашей родине грабить, что зазинуло двое малолетних детей страшной смертью. Что вы можете сказать? Ну, людям мое взятие ключи и закрепить. Слово запитываю. Свидетели в один голос твердят. В квартире никого, кроме Анатолия, не было. В то утро Нина попросила проверить, все ли в порядке с детьми свою сестру, пока она на работе. Мария нашла бездыханные тела детей. Не исключено, что перед убийством отчим напоил Вику и Самира спиртным. Смотрю, Самирчик лежит на кухне. Головой вниз, пена сорта. Легуся лежала на диване. Я говорю, какие спяты, когда увидела Самирчика. Как он лежал. Я его взяла за барки и кинула в кладовку. Толкнула и забежала к детям. Я начала, вот эту Самирчика подняла на кровать и начала откачивать детей. И я чувствую, что от Вики спиртным шло. По словам матери, на тот момент они уже были в состоянии развода. Из-за того, что он несколько раз поднимал руку на ее дочь. Но в ту ночь она пожалела бывшего мужа, когда он пришел к ее подъезду с разбитой головой. Не верила, что он способен на подобное. Следующее заседание пройдет 21 ноября. До этого времени подсудимый проводит СИЗО. Анна Граденцева, Анастасия Кричко, телеканал Репортер. В Одесской области мужчина убил знакомого, которому проиграл в карты свою жену. Почти 4 года назад житель Ананевского района проиграл супругу в карты. После его посадили в тюрьму, а женщина стала жить с победителем. Отсидев срок, горе-игрок убил любовника жены. Своей вины задержанный не отрицает. По его словам, он просто хотел наказать знакомого за то, что тот бил и издевался над сожительницей. По версии полиции, освободившийся из тюрьмы мужчина сначала избил любовника жены в селе, затем вывез с его в лесополосу. Там убийца связал жертве руки и наносил удары по голове и туловищу металлическим прутом. После этого мужчина бросил избитого соперника и уехал домой. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. За селом Мордавка Подольского района в лесопосадке был обнаружен труп мужчины 25-30 лет. Благодаря слаженным действиям и оперативным действиям сектора региона патрульной полиции в течение часа был установлен молодой человек, который совершил данное преступление. Во вторник поздно вечером на Разумовской задержали элитных грабителей. Они подъезжали к своим потенциальным жертвам на БМВ без номеров и срывали с них цепочки, а также отбирали кошельки и мобильные телефоны. Для уверенности в своем успехе они угрожали прохожим ножом и электрошокером. Полицейские получили ориентировку на преступников. Похоже, по описанию автомобиль обнаружили на Разумовской. В салоне иномарки находились двое выходцев с Кавказа, при себе у них оказались украденные вещи. Во время спецоперации выяснилось, что автомобиль не безномерной, а зарегистрирован в Азербайджане. Номера грабителей снимали перед совершением преступлений. Кроме того, свой БМВ злоумышленники оборудовали звуковыми и световыми спецсигналами, которые используют только полицейские. Ну и сейчас оба задержаны, ведется следствие. Правоохранители выясняют, сколько еще подобных преступлений совершила данная группа. Скотомогильники под открытым небом. В селе Александровка Лиманского района склад останков животных существует уже больше года. На этой неделе, благодаря случайному фото в соцсетях, зловонные кучи заметили и сельские чиновники. Основное подозрение пало на предприятие крупного производителя «Колбас» в регионе, расположенное как раз в Александровке. Руководство фирмы, в свою очередь, обвинение опровергает. Наши корреспонденты разбирались в проблеме. Огромную кучу костей, сброшенную во враг на берегу лимана между селами Александровка и Свердлова, обнаружили велосипедисты. Говорят, что впервые зловонный могильник тут появился еще в начале июня. Когда подъезжали ближе, стая воронья крутилась. Подъехали, увидели, там еще свежие кости были, красные такие остатки мяса на костях явные. И запах ужасный был. Проскочили мимо просто, чтобы не смотреть даже. В начале недели спортсмены обнаружили, что во враг выбросили новую партию костей. Их количество впечатляет. Фотографии незаконного могильника в соцсетях привлекли к нему внимание руководство ближайшего села Александровки. Чиновники провели проверку, результатами которой поделились журналистами. Это не наша территория, это земля либо фонтанская, либо свердловская. Однако местные жители напомнили, такой же могильник можно увидеть в центре Александровки, в двухстах метрах от детского садика. На огромном пустыре его обнаружили еще год назад. Вот так это выглядело тогда. Ого, столько его уже. Ого, го. Здышать нечем. Теперь эти кости с дороги не видны. За год они частично разложились, частично поросли тонким слоем травы. Никуда не делся жуткий запах. Трупный яд, он никуда не девается. Вот это все, вот здесь море. А тут в минулому році, тут взагалі неможливо було тут прийти, проехати. Тут такая вонь стояла. Эти зловонии успели почувствовать все, кроме сельсовета, где о могильнике годичной давности ничего не слышали. Про це мы не знаем, мы заїдемо, відповідно подивимось и сделаем выводы, понимаете? Подивимось, как и кто это. Берем участковую, берем группу создаем и все это подивляемся. Александровцы настаивают на немедленной ликвидації двух могильников. Це село, це вода, це корови п'ють, це скот п'ють, гуси, качки. Потім ми удивляємося, откуда у нас болячки беруться. У дітей, чому вони болеють. Це же інфекція, наверное, є місце, куди це все утилизується офіційно, наверное, где-то там. Ответа на вопрос, кто стоит за сбросом костей, в сельсовете пока нет. Крупный мясокомбинат, расположенный в Александровке, у чиновников подозрений не вызывает. На сессії для скотомогильника и все, ми не виділяли цього всього, понимаете? І вони утилизацию, як вони кажуть, вони роблять самі на території. Вони нам дали відповідь на те, що ми це не викидали. На самом комбинате ситуацию не комментирують. Все двери наглухо закрыты, не достучаться даже до охраны. Жители Александровки предлагают взять ситуацию в свои руки. Можно, наверное, здесь подождать. Думаю, что подъедут и так на горячем их. Виталий Хемий, Анастасия Зинкевич, Сергей Герасименко, Телеканал Репортер. В Малиновском районном суде Одессы снова перенесли заседание по делу убийства боксера Лащенко. В суд не явился переводчик с украинского на азербайджанский. По словам прокурора, сторона обвиняемого угрожала им. На сьогодні, на жаль, ми знову ж таки відклали судове засідання у зв'язку з тим, що в нас немає перекладача. Як стало відомо, що перекладач відмовився приймати участь у судовому засіданні у зв'язку з тим, що це неофіційна інформація, йому загрожить з сторони обвинуваченого. На жаль, дану інформацію ми перевірити не можемо, бо відмовляються заяви писати, а продовжити судове засідання без перекладача ми, на жаль, не можемо. Я отмечу, в прошлый раз засідання перенесли из-за того, що в суд не доставили обвиняемого. А вот из-за чого представители СИЗО пока не дали офіціального ответа. В среду Гасанова в суд доставили, однака с большим опозданием. Якщо хтось чи сам Гасанов считає, що він невиновний, дело должно слушаться, должно рассматриваться, і вони можуть доказывати, що він невиновний. Але таким образом тормозити процес, считая день за два в СИЗО, проживати день за два і сокращаю себе срок, я считаю, що це неприємливе, я считаю, що це нецивилизовано і неправильно просто. В 2015 році чемпіона Європи по тайському боксу застрелили на території єврейської білянниці. Подозреваємого Гасанова задержали на території РФ і екстрадували в Україну. Перейдемо к другим темам. Дякую за перегляд! Начало японской встречи в 13.30. Сегодня у нас презентация японского клуба, просмотр фильма о достопримечательностях Японии, литературные чтения и фотосессии с японской красавицей. А завтра в 13.30 мы будем участниками мастер-классов по каллиграфии и оригами, а 29-го мы будем учиться игре в шашки-го. 2017 год нашим президентом объявлен Годом Японии. И объявлен Годом Японии после того, как наш президент в октябре прошлого года, посетив Японию, узнал о том, что японское правительство приняло постановление оказать помощь Украине в объеме полутора миллиардов долларов. Это уже в этом году у нас третий фестиваль, в котором мы участвуем. Но фестиваль получился у нас стихийно. Мы вначале просто думали, что один день, мы полтора-два часа поговорим о Японии. Но оказалось большой такой интерес к Японии, что и завтра, и послезавтра будет этот фестиваль посвящен именно японской культуре. Одесский черноморец получил первого соперника в одной восьмой финала Кубка Украины. Команда Олега Дулуба стартует в турнире именно с этой стадии. 25 октября моряки сыграют в Днепре против спортивного клуба «Днепр-1». Эта команда представляет вторую лигу чемпионата, а тренирует ее Дмитрий Михайленко, экс-наставник футбольного клуба «Днепр», который также теперь выступает во второй лиге. Соперник черноморца сейчас занимает третье место в своем турнире. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером, удачи вам и берегите себя.